Грядущий двадцать третий год обещает стать очень насыщенным и богатым на крутые игры. Привет, с вами Квантум и сегодня в новом топ 10 самых ожидаемых игр двадцать третьего года я расскажу о десятке самых ожидаемых мною игр. Данный список составлен по моим личным ожиданиям. В этот список не входят ремейки и ремастероды, о которых вы и так знаете. Расскажу я о десятке реально интересных игр, о которых ты возможно ничего не слышал. Да, это возвращение легендарных топов на канале. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать выход новых топов и роликов. Поздравляю тебя с наступающим новым годом, мы отправляемся. Начнем с десятого места. Хогвартс Легаси. Хогвартс Наследие. Это приключенческий экшен, выполненный волшебной вселенной Гарри Поттера. Мы, разумеется, окажемся в роли магов, и нам предстоит обучение в школе магии и волшебства Хогвартс. Но обучение нас ждет не самое обычное. Нам предстоит противостоять различным опасностям и раскрывать множество тайн, предшествующих событиям книг и фильмов о Гарри Поттере. Действие игры развернется в 1800-х годах. Переходим к девятому месту. Джедай Сюрвайвор. Сюрвайвор продолжает историю джедая Кейла и его противостояние силам империи. Действия игры разворачиваются спустя пять лет после событий первой части. В игре нас ждут огромные локации, которые, конечно же, предстоит исследовать. Боевая система останется прежней и будет построена на уклонениях, блоках, управлении световым мечом и силой. Также у Кейла в арсенале появятся и новые приемы. К примеру, можно будет бросать меч по нескольким противникам одновременно. Использовать врагов в качестве живого щита. И комбинировать свои атаки с напарниками. Восьмое место. Зедай Бифор. Зедай Бифор – это масштабный ММО-шутер с элементами выживания. Действие которого происходит в открытом постпандемическом мире. Нам, как игрокам, предстоит стать одним из выживших на территории Америки. Наводненные голодными зомби и безжалостными бандитами. Убивающими друг друга ради еды, оружия и автомобилей. Путешествуя по стране, нам необходимо обыскивать дома и небоскребы. Конечно же, в поисках ресурсов. Также игра сможет похвастаться большим количеством различной техники. Так что одного умения метко стрелять будет недостаточно для преодоления всех трудностей. Седьмое место. Ассасин Скрит Мираж. Ассасин Скрит Мираж – это возвращение к основам многолетней серии. Нас снова ждет стелс-экшен и сюжет. Которые прославили тех самых Альтаира и Эцео. Действие Мираж развернется в Багдаде и покажет эволюцию Басима. За несколько десятилетий до его появления в Ассасин Скрит Вальгала. Игровой процесс вернет серию к тому, с чего она начиналась. Маскировка стелс, быстрый паркур и ловкие убийства. Игра покажет нам совершенно новые анимации убийства. Новое улучшенное вооружение ассасинов. И возможность расставлять ловушки по всей территории. Что сказать, ждем и надеемся. Кстати, советую прямо сейчас подписаться на мой телеграм-канал. Ссылки на него будут в описании. Там ролики порой выходят на час раньше, чем на канале. Еще мы подвели итоги конкурса. Заходи, смотри. Ссылка на мой телеграм-канал в описании. Подписывайся. Шестое место. Alan Wake 2. Alan Wake 2. Это долгожданное продолжение игры Alan Wake 2010 года. Жанр игры изменится. Если первая игра была психологическим экшн-триллером, то вторая часть станет полноценной игрой в жанре survival horror. К сожалению, более подробных деталей по игре нет. Но зная компанию Remedy, увидим мы действительно что-то новое и потрясающее. Переходим к пятому месту. Avatar Frontiers of Pandora. Это новая игра в открытом мире с видом от третьего лица во вселенной Аватара. От знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона. Аватар Граница Пандоры имеет самостоятельный сюжет, который позволяет на себя взять роль представителя народа Na'Vi с планеты Пандора. Мир игры населен различными существами, как знакомыми по фильму, так и совершенно новыми. Есть и враги в лице грозных сил RDA, то есть людей, которые прилетели на Пандору целью добычи ресурсов. Четвертое место. Frostpunk 2. Цифра 2 говорит. Это вторая часть стратегии про выживание в условиях ледникового периода. С еще более сложными и глубокими механиками в сравнении с первой частью. События развернутся спустя 30 лет после катастрофы, показанной в финале первой части игры. Ну а мы же возьмем на себя роль управляющего поселением выживших людей, который должен контролировать жизнь в городе, распорядок дня работников, рационы и многое другое. Если ты играл в первую часть, ты наверняка помнишь, один неверно принятый закон и тебе очко. С нетерпением ждем, ну а мы отправляемся к третьему месту. Третье место. Dead Island 2. Как же долго мы ждали эту игру. Кто-то ждал, кто-то нет. Опустим подробности. Здесь нас ждут улицы солнечного Лос-Анджелеса. Их захватил смертельный вирус, который превратил горожан в зомби. Кучу зомби. В игре нас будут ждать реалистичные и кровавые бои от первого лица зомбарями. А в игре их десятки разновидностей. Ко всему этому у каждого зомби имеется сотня различных вариантов внешнего вида. Поэтому похожих мерзляков друг на друга мы не увидим. Кстати, Dead Island 2 обещает подарить самую продвинутую систему расчленения в играх. А это означает, что рейтинг игра получит 18+. Разнообразие оружия и тактик не даст заскучать. А игра же даст возможность выбора одного из шести игровых персонажей с уникальными чертами характера. Лично я жду игру и возможно вы увидите пару роликов с экспериментами. Второе место. Stalker 2 Stalker 2 это шутер от первого лица с элементами хоррора. В игре нам предстоит использовать огромный открытый мир. Зараженный радиацией и напичканный опасными аномалиями. Размер зоны составляет 60 квадратных километров с разнообразными локациями. Некоторые из них знакомы. К примеру, Кордон, Дуга, Припять, Ясная Поляна, Цементный Завод и другие. Еще множество старых и новых мутантов встретят нас в игре. А каждый тип мутантов имеет подтипы, что делает их поведение менее предсказуемым. Также нам предстоит вступать в ожесточенные перестрелки с разнообразными врагами, которые применяют различные тактики в надежде перехитрить. Касательно оружия. Выбирать его можно из более чем 30 видов с многочисленными модификациями, которые позволяют создавать сотни уникальных комбинаций. Еще пару слов касательно мира. В игре нас будет ждать динамическая смена погоды и цикл дня и ночи. Все это добавит еще больше реализма в игровой процесс. Ну а мы переходим к первому месту. Первое место Atomic Heart. Atomic Heart это масштабный ААА проект, который перенесет нас в мир альтернативного СССР. Советские ученые создали биомеханическую технологию. Называется нейрополимер. На ее основе появились разумные роботы, объединенные коллективом. Это местный интернет. Конечно же, что-то пошло не так. И машины вышли из-под контроля. Нам предстоит исследовать мир атомного сердца. Решать головоломки и выполнять задания. А сражаться с роботами придется как в ближнем бою, так и с помощью огнестрела. Боезапас которого очень ограничен. Также у героя есть нейрополимерная перчатка. Которая позволяет использовать суперспособности вроде телекинеза и заморозки врагов. Ну что же, топ подходит к концу, как и 2022 год. И я хочу поздравить тебя с наступающим новым годом. Ты самый лучший. Спасибо тебе. А если ты вновь прибывший, советую зайти на канал. Там очень много смешных видео. Не забывай о подписке на канал и лайке. Завтра тебя будет ждать угар в GTA Online. Прекрасного тебе вечера. Прекрасного тебе вечера.